всем добрый вечер с вами снова вадим артемов и мы с вами говорим про тех саунд дизайн это последняя наша лекция в курсе звукорежиссуры и саунд дизайна для игр и так далее и собственно чем заканчивается любая звукорежиссура в играх это встраивание непосредственно вашу игру и сегодня мы об этом поговорим мы не будем заходить слишком далеко и слишком глубоко я собственно расскажу все базовые понятия которые нужно чтобы свою игру сделать и непосредственно выпустите скажем так и люди были более-менее довольны поехали мы начнем с интеграции базовой настройки именно в unreal engine если вы хотите сделать все по уму скажем так то вы должны понимать что в первую очередь вам сразу нужно работать с определенной частотой и глубиной да вот для unreal engine собственно вы сразу делаете wav да не скомпрессированный звук 16 бит это ограничение двигать ну движка unreal engine почему 16 они 24 не знаю одному богу известно я не пытался узнавать просто такая такое свойство движка такое ограничение и соответственно если вы хотите иметь правдоподобное звучание 44 100 или 48 тысяч герц почему скорее всего движок может и больше насколько я помню в 5 3 он же может больше но вам не нужно больше вы понимаете что по теореме котельникова 44 100 это непосредственно 12 тысяч 48 тысяч герц это 14 там сколько 14 короче много вам 24 прошу прощения 24 тысячи герц вам хватит столько непосредственно герц в вашем движке кому будет интересно просто загуглить теорему котельникова и причем она здесь да но не загоняясь вам хватит 48 тысяч для всего для роликов для видео для игры поэтому 48 тысяч 16 бит примите как данность используйте и дальше окей собственно мы интегрировали звуки давайте я вам быстренько покажу что к чему когда вы перекидываете звук в анри леджин у вас появляется sound wave и после дабл клика вы можете непосредственно чуть-чуть настроить что здесь можно настроить по большому счету много вам здесь не интересно вам интересно первую очередь вы можете сгруппировать звуки если вы хотите это для работы с фильтрами нужен ли этот звук чтобы он был зациклен базовая громкость базовый pitch базовый класс ну и собственно небольшие настройки которые вам не супер нужны и единственная вещь которая вам может пригодиться это virtualization mode voice менеджменте он говорит о том что какой формат поведения этот звук должен иметь когда вы перестаете его слышите начинаете слышать заново вас три собственно вариант это disabled restart и play with silent что это значит что когда я не слышу звук он исчезает из мира это disabled когда я не слышу звук он как бы перестает играть когда я должен начать слышать заново он снова начнет заново это restart и когда я перестал слышать звук и снова стал слышать звук он посчитал сколько сколько я его не слышал и просто прибавит это к старту для того, чтобы у вас продолжилось с того же места, где бы вы его слышали, если бы он играл все это время. Вот это три virtualization-мода, которые здесь накладываются. Потому что вы очень часто будете сталкиваться с тем, что если вы отошли от звука и пришли обратно, то он начинается заново. По дефолту так стоит. Если вам нужно, чтобы это было не так, у вас, например, играет музыка и вам не хочет, чтобы он каждый раз начинался в вступление, то вам нужно здесь указать play with silent. Окей. Зачем нужно настраивать громкость и pitch? Pitch — это вещь уже на любителя, то есть тон, а volume вам нужен сильно. Почему? Когда вы интегрируете звуки, не всегда они будут одинаковые громкости. Вы стараетесь их сделать под ноль, но не всегда это получается и не всегда это нужно. А вот когда вы непосредственно сбиваете несколько звуков в один SC, например, да, Sound Cue, к примеру, вот здесь вот будет так, wind, вот, мы сбили несколько штук в один. И представим, что один из них играет значительно тише других, да, или там они все в разнобой. Вот для этого вам нужно сделать так, чтобы все эти звуки были примерно одинаковой громкости. А их потом уже общий уровень громкости вы будете настраивать вместе. Но вы предполагаете, что все они примерно одинаковые громкости, да, что логично. И вам это нужно стараться делать. окей. И, собственно, класс. Это делается класс для того, чтобы, если вы этот звук просто будете где-то запускать, как и непосредственно virtualization mode. Если вы запускаете в SC, то SC поглощает класс, и класс, указанный в SC, будет первичным, как и virtualization mode. Да, это уже в основном так. Вы понимаете, что чем глубже вы вкладываете, то последний решает класс, и последний решает тип виртуализации. Вот. Что же такое классы? И зачем они нужны? Так. Классы... Черт, я слишком сильно. Классы, они нужны для объединения звуков в группы, да, для того, чтобы вы могли, как бы, их немножечко раскидать. Создают принципы наследования и общие настройки сабмиксы для каждого класса могут быть применимы и для оптимизации. Пойдем по одному. Объединяют звуки в группы. Что это значит? Что... Представим, что у нас есть какой-то класс. Давайте создадим его для вас. Берем класс, sound class, и называем его, например, я не знаю, допустим, shot. Да, не важно. Сохранили. И теперь, когда мы будем использовать какие-либо звуки, мы можем указать им наш... допустим, мы считаем, что степ, мы даем ему класс shot. И теперь он будет работать с этим классом, и вы сможете уже, как бы, представлять все эти звуки, что у вас они разбиты на пять больших категорий, с которыми вы можете работать отдельно друг от друга. каким образом? Да, то есть у нас есть наследование классов. Как раз переходим к следующему пункту. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. То есть у нас есть главный класс, да, и его дети. Зачем это нужно? Смысл в том, что когда у вас, допустим, вы хотите добавить новый класс, мы его сюда просто переносим, и решаем, что вот его отец, да. И теперь в чем нюанс? У каждого класса может быть сабмикс и настройки громкости, питча и фильтра. Зачем это нужно? Если представим, что у нас есть классы на Ambience, например, птицы, водичка, деревья, да, вот они, например, три, и все они входят в одного родителя Ambience. Я могу, получается, изменить настройки для отдельно птичек, отдельно для воды, отдельно для деревьев, но могу сразу одним ползунком убавить всех их. Да, в этом и есть наследование, что вы просто берете и непосредственно можете просто убавить всех, кто в детях. Для чего это делается? В основном это делается для того, чтобы в главном меню вы видели, что у вас есть, например, там, голос, вы можете убавить голос отдельно, Ambience отдельно, выстрелы отдельно, да, и так далее, и так далее. Музыку отдельно. Вот как раз ваши классы и являются вот этой категорией. Но иногда вам этого мало, поэтому и существует эта история про наследование, что вы можете использовать еще классы, просто объединить их в одну большую пачку, чтобы с этой большой пачкой работать уже по одному делу. Плюс, классы имеют очень интересную вещь, что у них есть Output Target. Собственно, тут три варианта, Speaker Controller, Speaker Fallback. Собственно, здесь все понятно, что на PlayStation вы всегда это знаете, что есть звуки, которые звучат из телевизора или в наушниках, а есть звуки, которые играют в контроллере. Ну вот, вы можете распределить собственно по классам и быстро перебросить из одного в другое место. Вам не нужно каждый звук. Да, вы, например, говорите, что все с классом Radio будут звучать из контроллера. И вам не нужно париться о каждом звуке, вы просто назначаете всем правильный класс и потом вы такие, а, нет, нафиг контроллер. Да, скажем так, не будет он там звучать. Вы убираете. Думаю, все понятно. Дальше. Общие настройки и сабмиксы. Соответственно, когда мы говорим про общие настройки, это в первую очередь те, которые я назвал. Это Volume, Pitch и фильтры. Но также есть и нюансы. Это непосредственно модифайры и саундмиксы или сабмиксы. Вот. Сейчас я сразу перейду к сабмиксам. Все здесь достаточно плотно друг с другом сбито, но в принципе оно делает примерно одно и то же. Когда у вас есть какой-либо сабмикс, давайте найдем какой-нибудь сабмикс, допустим, MasterEQ Submix Default, да. А у сабмиксов та же самая история. Сабмиксы это как классы наследования, да, только они физически посылают друг в друга сигналы и объединяют их. То есть, если два сабмикса приходят в одного родителя, то значит, что они этому родителю отправляют все, что в них проигрывается, а родитель просто это суммирует. В чем плюсы и минусы? В том, что по сути классы нужны для того, чтобы разбивать это в движке, а сабмиксы нужны для того, чтобы настраивать непосредственно какие-то эффекты этого. То есть, если классы могут просто изменить громкость, то сабмиксы могут непосредственно создать здесь эффект чейны. Что это? По-простому, грубо говоря, как это работает? Вы можете, предположим, что у вас есть какой-то один сабмикс, который имеет реверберацию, да, и какой-то другой, вот он как раз-таки, да, имеет реверберацию, и он, например, работает только с реверберацией. Есть сабмикс, который содержит в себе всех без реверберации. Есть сабмикс, который работает и с тем, и с тем, к примеру. И все их суммы отправляются в мастер, который уже сам что-то делает. И, допустим, на мастере у вас висит лимитер, да, по дефолту, и вы понимаете, чтобы вы не выскочили из ноля. А вот в этих сабмиксах вы уже начинаете уже делать, что хотите, да, там, например, что, которые, у меня есть специальный сабмикс, например, где мало низких частот, мало высоких частот, и он там, например, нужен для того, чтобы играть из контроллера. У меня есть сабмикс, который нужен, например, для того, чтобы работать отдельно с реверберацией. Туда посылаются только реверберационные хвосты, и я, например, говорю, что у меня реверберации слишком много, я ее прибавил или убавил, да, и так далее. Здесь это другая история, и так далее, и так далее. И, соответственно, окей, сабмиксы, ну и что дальше? А смысл в том, что сабмиксы дают вам возможность как раз-таки не только к наследованию и каким-то распараллельным процессам, а как раз-таки к указанию эффект чейнов. Эффект чейна это как раз первая самая главная история Unreal Engine для того, чтобы звук был не просто тот, который вы загрузили, и он проиграл, да, хотя это хороший базовый подход, но и для того, чтобы вы непосредственно добавили что-то в его звучание. К примеру, представим себе ситуацию, что вы бежите к вашим главным героям, вас оглушили, вы услышали звон, а весь остальной звук стал приглушенным. Вот как раз-таки началась эта история, да, вы можете применить эффект чейн, который будет так работать. Как выглядит эффект чейн и зачем он нужен? Ответ крайне простой. эффект чейн это всего лишь массив из эффектов. Окей, что дальше? Каждый эффект вы можете создавать сами, то есть, как видите, я здесь указываю в эффект чейне какие-то эффекты, говорю, работают они или нет, например, и все, вся эта история на этом и заканчивается, больше вы здесь особо ничего не сделаете. Почему это важно? Да, потому что у вас может быть большое количество эффектов, и что для вас очень важно, что вы можете правильно выбирать их последовательность. И вы заранее заготавливаете эффект чейн, например, который скажет, что, ну вот это, например, оглушение, да, что в оглушении, там, сделать эхо, срезать верха, срезать низа, немножечко дисторшена, немного чего-то еще, да, и вот мой эффект чейн, чтобы было оглушение. И здесь вы сможете это указать в том порядке, в который вам нужен. А указываете вы уже непосредственно каждый отдельный эффект. Что из себя представляют эффекты? В целом достаточно понятно. Сейчас я вам покажу. У вас есть несколько классов базовых, да, 16, если быть точным, сейчас у меня. это как раз-таки вы можете видеть биткрашер, хорус, реверп, динамический процессор, эквалайзер, фильтр, и так далее, и так далее, да, панер, фейзер, модулятор, дилей, стереодилей, вейв шейпер. Вот, пожалуйста, основные, какие могут быть эффекты. Вы выбираете какой-то, допустим, я говорю, я хочу эквалайзер, выбираю тип эквалайзер, у меня появляется непосредственно саунд эффект экью. И здесь я его настраиваю. Что я хочу делать, допустим, я могу выбрать непосредственно Frequency, да, Brand With, Gain, и включен ли он. Все. Классический эквалайзер, да, он будет содержать столько полос, сколько вам нужно, и вы, соответственно, без проблем создаете тот эквалайзер, который вам нужен, и можете применять его в эффект чейне. В целом, достаточно быстро и кажется сложно, но если мы все это подытожим и суммируем, звучит следующим образом. Да, у нас есть классы, которые в себе содержат звуки и говорят о том, что какие классы, от кого наследуются и кому посылают свои звуки. Звуки посылаются в непосредственно саунд миксы, да, это по сути как саунд басы в DAO, да, то же самое. Вы посылаете их басами и каждый следующий бас непосредственно обрабатывает все, что в него пришло. И он не разбирается, откуда это пришло, он разбирается только туда, что с ним сделать и куда послать. Да. И, собственно, каждый саунд бас или сабмикс непосредственно обрабатывает звук тем способом, как вы скажете, да, а говорите вы это при помощи эффект чейна, а у эффект чейна очередь состоит из просто набора из маленьких эффектов. Я думаю, все достаточно логично. Если у кого-то есть вопросы, вы можете их задать. Нету. Нет. В двух словах еще раз пройдемся. То есть классы нужны для того, чтобы объединить звуки в группы, создать наследование, определить общие настройки сабмиксы для нескольких классов и оптимизации, да, потому что вы можете поставить приоритетность, вы можете какой-то класс выключить, включить, когда вам надо и так далее, и так далее. Сабмиксы, собственно, это просто аудиошины. Они нужны для того, чтобы делать эффекты, но и также иногда применяются, чтобы, например, какую-то шину послать на запись. К примеру, у вас есть игра и в ней есть, например, голосовой чат, да, и вы, к примеру, не хотите человеку, чтобы стример выбирал такой канал, чтобы он слышал себя. Вот вы здесь можете как раз в аудиошинах это так настроить, что в игре он, например, себя слышит, а на записи его уже не будет два раза. Как вариант, да, много таких вариантов. Вот, или анализировать тот или иной звучание. Например, у вас есть отдельно аудиодорожка с микрофоном, отдельно дорожка с чем-то еще, и вы можете как раз добавить анализатор на дорожку с микрофоном, то есть на шину с микрофоном, чтобы, например, вы хотите сделать еще один классный хайповый клон игры Don't Scream, да, и вы хотите, что если что-то прозвучало из его микрофона, то он падает замертво. Да, пожалуйста, это как раз таки делается на шине без проблем. И, соответственно, эффекты и цепи. Вы настраиваете одиночные эффекты как вам надо, а потом просто как из кубиков набираете эти эффекты в цепь. Цепь работает всегда сверху вниз, ну или слева направо, если вы привыкли так, потому что вы должны понимать, что она не может случайным образом применять эффекты, она должна иметь специально заготовленную последовательность, как и в любой DAO. окей, идем дальше. Аттенюация. Когда мы настроили звучание, да, и он рождается в мире, этого недостаточно, чтобы все стало хорошо. Почему? Потому что мир в непосредственном мире игры, он в основном 3D или 2D, это не принципиально, принципиально, что как мы его слышим, а слышим мы его в стереопространстве. И вот здесь вопрос, если мы хотим слышать его в стереопространстве всегда одинаково, нам не нужна по большому счету аттенюация, точнее специализация, да, но сейчас мы к этому придем. Вот, нам нужно, чтобы эта вещь реагировала адекватно и нам казалось, что это взаправно. Понятное дело, что здесь ничего нет, это просто битики, а как это работает? Работает по-простому. В Unreal Engine существует специально как раз таки Sound Attenuation. Сейчас мы зайдем, я вам покажу. Выглядит он следующим образом. Допустим, у нас есть вот аттенюация. Начинаем сверху вниз. Да, то есть у аттенюации есть настройки, как я их здесь обозвал, громкости. Дело в том, что она выбирает, насколько громко будет звучать звук в зависимости от каких-то правил. Но, каких правил? Логично, что от нашей удаленности от этого звука. Да, это самое логичное, что можно предположить. Чем звук дальше, тем, соответственно, он тише. Но это как бы не всегда так. Здесь можно сделать кастомную вещь, которую будет делать наоборот, если вам вдруг надо. Но, по сути, в базовом наборе вы понимаете, что все это линейное, логарифмическое, обратное, логарифмическое реверс и Natural Sound. Natural Sound, собственно, проще всего выбирать. Это как раз-таки вещь, которая просто затихает на какое-то количество децибел на каком-то расстоянии. Да, то есть, она будет считаться более натуральным в их мировоззрении. Вы указываете, сколько на максимальной длине происходит минус децибел. Вы понимаете, что там минус 90 уже никто никогда в жизни ничего не услышит. Да, и поэтому вы делаете, например, минус 38, чтобы это было примерно адекватно. Выбираете режим Fall of Mode. Что это значит? Это говорит о том, что когда мы вываливаемся из аттенюации, что должно происходить? Да, то есть, допустим, мы вышли, что должно происходить? Он должен мгновенно затихнуть? Он должен продолжать звучать? Или он должен поставиться на паузу, например? Вот здесь вы это указываете. Вы выбираете форму аттенюации, потому что это все-таки симуляция, и вы понимаете, что вам нужно выбрать или сферу, капсуль, бокс или конус. Да, если вам удобно. И выбираете Inner Radius и Fall of Distance. Inner Radius это непосредственно где звук будет звучать с максимальной громкостью. Fall of Distance это расстояние, на котором он начнет затихать. Все базовые настройки громкости вы понимаете. По сути настройки громкости для эффекта, который существует, нужен всегда. То есть это даже не важно, что будет ли этот объект в 3D пространстве, главное, что чем мы ближе, тем он громче. Соответственно, следующий вопрос это специализация. То есть то, как мы слышим звук в стереопространстве. И здесь у вас два выбора. То есть вы можете выключить эту историю, оттенется, включается и выключается. То есть если вам, например, не надо, чтобы человек слышал в разных ухах, то вам и не надо это делать. Но если вы сделали, у вас, по сути, два основных логических выбора. Это вы используете бинуриальный режим или пеннинг. Пеннинг, собственно, простой, он не использует бинуриальных приколов, он просто делает звук слева или справа. Плюсы и минусы каждого подхода. Когда мы говорим про бинуриальность, что это такое? Смысл в том, что из-за формы наших ушей и нашего черепа и эволюционных механизмов, мы, несмотря на то, что у нас всего два уха, мы можем определять звук сверху, снизу, справа, слева, сзади, спереди. Почему? Потому что, если вы так подумаете, это нелогично, потому что это все равно, что сказать, что у вас есть два глаза спереди, но вы можете видеть, что сзади. Как это работает? Смысл в том, что из-за формы нашего черепа и наших ушей мы привыкаем к непосредственно разнице между левым и правым ухом, как она приходит, да, и изменению частот этих звуков. И таким образом мы можем определить, откуда звучит звук, сзади или спереди, да, несмотря на то, что ухи у нас всего два. Вот бенуриальный режим пытается, как бы, эту историю для нас сделать, потому что звук физически не существует в мире, он должен как бы симулироваться для нас, и поэтому существуют алгоритмы, которые пытаются бенуриальность для нас сделать. Звучит крайне круто, я понимаю. Вы скажете, блин, это же классно, у нас два уха, а мы знаем, когда сзади, когда спереди. Да, но проблема в том, что бенуриальность по своей природе очень сложная вещь, и первая проблема, которая с ней сталкивается, во-первых, для каждого человека она своя. У всех у нас разные уши, у всех у нас разные черепы, и, соответственно, вся проблема в этом, что для одного хорошо, для другого смерть, да, но на самом деле не так драматически, но все равно. Бенуриальность эмулировать для всех людей на планете тяжело. Это первая история. Вторая история. Когда мы говорим о том, что это должна сделать машина, а не специально записанная какая-то вещь, то машина не так точна. Поэтому вы всегда сталкивались с тем, что есть специальный, там, вот как вот на Hellblade, они там записывали в специальную голову, да, чтобы создать бенуриальность. В этом и история. Если бы не было проблем с алгоритмами, они просто бы записали на микрофон, а звуковой инженер поставил в то место, где нужно. И звук был бы такой же качественной, но, к сожалению, этого не происходит. И вот поэтому существует вот бенуриальность такая, но здесь есть настроечки для нее. Это минусы бенуриальности. Собственно, есть режим Penning, то есть, когда он не пытается заигрывать с вашими ушами, а он просто банально ставит на самом деле звук слева или справа, а как он там преломляется, он игнорирует, он просто ставит звук слева. Это намного более предсказуемый, точный способ, который не изменяет частотную характеристику звука, но при этом он не такой кайфовый, да, ну, понятно почему, да, потому что нам хочется, чтобы этот звук звучал как в реальности, а он будет звучать достаточно прямолинейно. Но в нем тоже есть своя грация, если у вас, например, 5.1, вам не нужно бенуриальности, да, вам наоборот она сыграет в минус, потому что для вас 5.1 специально сделан так, что вам как раз таки надо, чтобы звук играл трушно, а в реальности он как раз сам распределит его слева, справа, сзади, спереди. Окей. Ну и, соответственно, для каждой из вариантов свои настройки, да, то есть, ну в целом они похожи, то есть это радиусы бенуриальности, да, грубо говоря, размер вашей башки, скажем так, и радиусы, когда бенуриальность начинается и когда она заканчивается, да, то есть вы можете создать радиусы, что, например, когда я слишком близко к звуку, бенуриальность отключается, чтобы он не ломал восприятие. Ну и как раз 3D-стереоспред, как широко бенуриальность работает. В целом почти не существует каких-то гайдов, которые вам скажут, какое число сюда надо ставить, это надо пробовать и на свой слух говорить, да, вот это мне нравится. В среднем, ну, базовые настройки типа окей. Окей, идем дальше. Как у меня здесь написано, эквализация по условию. Эквализация по условию говорится о том, что звук, который проходит непосредственно в мире, имеет несколько, скажем так, условий изменения своей как частотной характеристики, так и громкосной. Что это такое? Если звук летит издалека, наш мозг привык к тому, что звук становится тише, меньше верхов, да, и низы менее ярко выражены. Вот и вся история. То есть, как мы говорили на предыдущем, да, если верха прижимаются, звук, как бы, для нас удаляется. Вот это речь об этом. Это называется air absorption, то есть непосредственно звук, который уменьшает мощность нашего, точнее, воздух, который уменьшает мощность нашего звука. Понятно, что в игре нет воздуха, к сожалению, да, поэтому мы просто определяем длины, то есть радиусы, рейнджи, и, собственно, насколько сильно он начинает откидать звук. То есть, грубо говоря, мы говорим о том, что есть минимальный, максимальный радиус, да, откуда он начинает жрать звук и где он заканчивает жрать звук, и определяем размер минимального и максимального. То есть, допустим, минимальный у нас будет там образно там 7000, к примеру, да, максимальный, например, там 5000. И мы говорим, какой еще по низу порезать, допустим, здесь 60, здесь 100. Вот. И можем включить логарифмическую линейку, и, соответственно, вы выбираете линейную зависимость или вы сами построите свою курву для непосредственно этого дела. В целом, я думаю, что линейного почти всем хватает. И вот тут начинаются нюансы, я сразу немножко перелечу. Здесь есть еще окклюжен. Окклюжен это та вещь, которая в играх, скажем так, она нужна. Что такое окклюжен? Это когда звук, который попадает в препятствие, становится тише. Да, то есть, когда мы не видим источника звука, соответственно, мы его хуже слышим, потому что звук напрямую к нам не попадает, он должен огибать какие-то пространства для того, чтобы до нас долететь. И вот проблема окклюжена, с одной стороны, он абсолютно нужен, он позволяет понять, находимся ли мы с источником в одной комнате, да, где он, насколько он далеко и так далее. И создает потрясающее чувство погружения, но есть и другая проблема о том, что окклюжен сам по себе, во-первых, вещь очень сложная, потому что вы понимаете, что в жизни окклюжен зависит от материала стены, от громкости звука, от его частотной характеристики, насколько, там, грубо говоря, много вокруг чего-то. Это раз. Во-вторых, вы очень часто понимаете, что звук из-за реверберации может быть смещен в мире, да, потому что вам кажется, что он там, на самом деле он не там. Наш мозг достаточно точно определяет положение звука, но все же это в игре это очень сложно спрогнозировать. И поэтому окклюжен очень часто в большом количестве игр является огромнейшей проблемой. Например, Escape from Tarkov, да, в свое время обладал ужасающе плохим именно обработкой окклюжена, и человек, который бежал над вами, бежал как будто рядом с вами, человек, который под вами мог вам казаться, как будто он бежит в соседнем здании, да, вот это проблема окклюжена. Как бы без него нельзя, но отрабатывает он на самом деле по большому счету плохо. И теперь вторая проблема. Мы должны его настроить так, чтобы он отрабатывал более-менее, а в игре-то нет стен, ну, по большому счету. Там есть какие-то полигоны, там есть это все, но по большому счету-то как это работает. И вот здесь в Unreal Engine есть как плюсы, так и минусы. Дело в том, что у вас огромный список, из чего вы можете выбрать. На самом деле вы сами можете и создавать их. То есть вы просто выбираете Trace Channel, то есть когда будет звук, он будет существовать где-то в мире. Давайте я попробую вам показать. то есть у вас есть какой-то звук, он существует в мире, и смысл в том, что когда вы захотите его услышать, точнее, игра захочет, чтобы вы его услышали, она от этого звука к вам, грубо говоря, слушателю, бросит прямую, прямой Trace. И если этот Trace упирается в канал, который вы определите непосредственно в attenuation, здесь, допустим, Visibility, то есть мы представляем, что эта стена может быть вообще без какого-либо коллизии, без какой-либо коллизии, но она видна, значит, Trace остановился, значит, Occlusion происходит, значит, на наш звук будет наложено вот эти три вещи. То есть это Low Spass Filter, Volume Attenuation, Interpolation Time. один с другим. Low Pass Filter непосредственно это сколько он срежет низов, точнее, верхов, верхов, да, то есть все, что выше, он отрежет. Occlusion Volume Attenuation, соответственно, если звук попал в Occlusion, он сделает его тише. Здесь обман в том плане, что вы должны понимать, что 0,6 это значит, что он сделает его громкостью 0,6, а не на 0,6 тише. Вот. И непосредственно Occlusion Interpolation Time просто скажет, за сколько это произойдет. Почему так? Потому что человеческому мозгу в игре не нравится, если звук моментально становится тише или громче. Он хочет, чтобы там, ну, чуть-чуть он хотя бы постепенно это делал, тогда ему типа окей. Вот. И поэтому получается такая история, что звук, когда мы его не видим, он непосредственно пробивает стену и мы начинаем слышать его хуже спустя Interpolation Time. Окей, идем дальше. И это, что касается фильтров. И здесь есть интересный прикол Death. Он называется Listener Focus. Дело в том, что в играх как бы это ни странно, есть такой специальный обман зрителя. В биологии он тоже существует, но он срабатывает сам собой, нашим мозгом. Дело в том, что если мы что-то видим, для нас это звучит громче, чем все остальное. Хотя громкость звука не изменяется. Если вам интересен этот эффект, посмотрите непосредственно любой концерт. И когда вы смотрите на музыканта, который играет партию, допустим, на гитариста, для вас гитара становится чуть громче всего остального в пачке. Если вы смотрите на вокалиста, то вокал. Если смотрите на барабанщика, то барабаны. Хотя это одна и та же запись. Никто под вас не настраивал. Но вот нюанс, что наш мозг настолько к этому привык, что ему хочется этого даже больше, чем он сам делает. Поэтому, если, например, вы увидите, как в шоу играет группа из пяти людей и берут крупный план на гитариста, вашему мозгу хочется, чтобы гитара действительно стала громче. Если так сделаете, то мозг ему понравится. И он скажет, блин, как клево. И в этом и строится как раз-таки attenuation focus. То есть он говорит о том, что звуки, попадающие в радиус просмотра, в радиус фокуса, будут играть громче. Вот и вся история. Но поначалу с этим заигрывать не советую. Вот. И посыл на реверберацию. Когда мы говорим про непосредственно attenuation, это важно, что мы говорим еще, какие звуки будут посланы на реверберацию, а какие нет. Потому что attenuation тоже это решает. И вы выбираете типа метод посыл на реверберацию, громкости, минимум, максимум, и непосредственно настройки плагина, если они есть. И вы можете сказать, что типа нет, этот братан не ходит в реверберацию, он просто звучит, у него реверберация, например, своя уже есть, вам она здесь не нужна. Окей. Так, если есть вопросы по attenuation, спрашивайте. Видимо, нет. Я вообще здесь. Не слышно? Да, да, все хорошо. В прошлый раз отключился, никто даже не сказал ничего. Вот. Хорошо, attenuation. Идем дальше. Реверберация. Вот здесь начинаются интересности. Да, если мы до этого говорили про какие-то там просто спокойные настроечки, а вот реверберация работает уже совершенно по другим правилам. Что такое реверберация? Почему существует в, так сказать, в вашей главе эхо, есть реверберация, а есть дилей? Дело в том, что в аудиомире как бы слово эхо почти никогда не используют. Если используют слово эхо, то имеется в виду дилей. Что такое дилей? Дилей это просто повторение вашего сигнала, раз в сколько-то, может быть с небольшими изменениями. Ну, соответственно, обычно это по громкости, да, и немножко хоруса, там, что-то в этом духе, и получается там, а, 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 да, то есть это дилей. Если же мы говорим про реверберацию, это вещь более, так сказать, расплывчатая. Это как раз таки то, что мы в своей голове называем эхо. То есть, если вы отчетливо слышите повторение вашего звука, как он есть, то это, скорее всего, дилей. Если вы слышите просто хвосты, то это реверберация. Когда вы используете реверберацию в игре, вы понимаете, что в жизни это все понятно. Вот у меня стены, я что-то сказал, звук многократно переотражает этих всех стен, и получается реверберация. Если я стою в каком-то тоннеле, я качу э, мой звук летит до конца тоннеля, бьется о стену и возвращается э, да, и вот он, пожалуйста, эхо, ну или дилей. А в игре это стен нет, ну, в нашем понимании, да, как он может понять, как должно звучать эхо. И вот здесь у нас три подхода. Это резонансы, ear, или impulse response, или convolution, и, собственно, такие вещи, как Project Acoustics. Я как раз вам покажу. One by one. Резонансы. В Unreal Engine есть такой подход, что вы скажете, ну а почему он просто не считает, как есть, да, пусть он так вот берет, эхо вот отсюда просчитывает, как он отбивается, и будет, сожрет всю вашу просто CPU в лед, да, вы просто умрете. Поэтому это в движке не очень важная фишка, и если она сожрет все ваши ресурсы, вам будет не очень хорошо. Как, соответственно, это происходит? Сейчас я сохраню, чтобы меня не забыть, чего. Ладно, не хочешь, как хочешь. Вот. Мы создаем непосредственно Audio Volume. И Audio Volume и будет являться нашим, по сути, генератором резонанса. Вы можете создавать его кастомные формы, если захотите. да, здесь можно это делать, да. Вот. Но в целом просто представьте, что у вас есть коробка какая-то, как бы комната. И вот здесь есть нюансы, что первое, что вы настраиваете в нем сам реверберацию, вы, например, выбираете тип реверберации, к примеру, Cave, и плагин эффект. Допустим, я говорю, что вот я беру Resonance Audio, я его создал для вас. Указываю громкость, насколько громко будет звучать эта реверберация. И, что интересно, в Reverb Effect я указываю, из чего состоят стены. Соответственно, стены у нас сколько? Правильно, шесть. Вот. И я указываю каждую из них тип стены. Допустим, это может быть конкретно, то есть бетон, это может быть transparent, то есть нет стены. Silent Tiles, то есть плитка, ну и так далее, так далее, да. То есть может быть трава, может быть стекло, металл, и так далее, и так далее, вода. Вы указываете, что это, и он понимает, ага, то есть у меня есть шесть непосредственно этих стенок, каждый из них наполнен каким-то материалом. Звук, который звучит внутри вот этого аудиоволюма, по сути, бросает трейсы в каждую из стен, и из этих стен бросает трейсы нам в башку. И получается, что вот эта стена, допустим, кирпичная, у нее существует определенный индекс переотражения, и он его просчитывает и бросает в нас, отсюда другой индекс, бросает в нас, и вот, пожалуйста, пошел резонанс. Да, вот это и называется резонанс. Почему так? Потому что простые формы, простые формулы, да, мы говорим о том, что здесь, по сути, всего шесть мест, откуда может отразиться звук, мы настраиваем каждую из них, из чего она создана, по сути, это просто коэффициенты, и говорим о том, что вот с такой громкостью фигачим. Ну и также, собственно, мы можем указать внутри вот этого аудиоволюма насколько будет тише или громче звучать реверберация, звуки вне этого аудиоволюма и звуки внутри этого аудиоволюма. По сути, так делают комнаты, если делать по-очень простому, да, то есть это тоже как окклюжен, только как бы несуществующий в мире, да, вы просто можете сказать, я вхожу сюда, все звуки на минимум, да, грубо говоря. Это первый подход, да, это упрощенный, он будет обсчитывать все звуки в реальном времени, но вы видите, что, во-первых, выбор там не очень богатый, во-вторых, сама форма вашего помещения, она, если она не квадратная, обсчитываться, она будет крайне криво. Поэтому, если у вас квадратная, там, прямоугольная и так далее форма, для вас это идеальная история. Если же у вас сложные формы или вы хотите немножечко заморачиться, то этот подход уже не для вас, да, он базовый. Окей, для нас он не подходит, звучит он не очень классно, на самом деле, на мой взгляд, на всех взгляд, да, это самый базовый способ, как вы можете создать реверберацию из ETH. Что я могу сделать еще? Ответ прост. ER или Impulse Response. Что такое Impulse Response? Как они записываются? Если вам будет интересно, погуглите. Смысл в том, что берут колонки в определенном месте и микрофоны в другом. Они проигрывают определенный заготовленный звук и записывают все хвосты, которые он проиграл в данном помещении. Грубо говоря, это звучит вот так. Собственно, вы услышали, у него есть очень длинный хвост. Это было записано в огромном лесу. Где-то я покупал этот пак ER'ов своего проекта. И окей, что дальше? Смысл в том, что такие Impulse Response можно сделать, то есть сначала это вавка, а потом в движке вы указываете создать из него Impulse Response. Вот я его создал. Здесь, по сути, особо ты ничего не укажешь. Если это настоящий стерео, указывайте True Stereo. Если непосредственно нормализацию, указывайте нормализацию. Все. Здесь больше ничего не сделаешь. Все остальное зашито в сам звук. Зачем это надо? А вот как раз-таки нюанс. Вы можете указать его внутри вашего эффект чейна. То есть у вас есть Reverb эффект. Я здесь добавил, как раз создал Convolution Reverb. Вы указываете свой непосредственно ER сюда. Указываете VET это то есть после обработки. DRY это перед обработкой звук. Он их оба склеивает друг с другом. И собственно вся история. Вот, пожалуйста, эффект. И вы можете просто применить на звук, грубо говоря, если он там входит в какую-то зону, то звук обрабатывается вот в этом Submix, к примеру, да, и Submix имеет вот такой ER. То есть, чтобы мы поняли примерно, как это работает, где мне это... Сейчас я это найду. Вот, допустим, Reverb. Сейчас мы сделаем bypass ему. Я запущу. я наложил его на шаги. Обычные шаги. Никакого эха у них нет. Звучат совершенно по-обыкновенному. Мы непосредственно берем и отключаем bypass. Да, для того, чтобы нам было понятнее, я немножечко убавлю допустим 24 dry signal. и теперь просто вместо того, чтобы у меня были сухие... Сейчас я уйду в какое-нибудь более тихое место, чтобы вам было более слышно. Вы слышите, что звуки стали содержать эхо. теперь плюсы этого подхода. Качество звука значительно увеличивается, потому что это настоящий convolution, то есть настоящее какое-то окружение, которое было записано на хорошую профессиональную аппаратуру и, собственно, стало частью вашего проекта. То есть, как будто она была в реальном месте. Минусы очевидные, потому что у такого подхода нет какого-то позиционирования. У вас есть заранее заготовленный эффект, который будет звучать всегда одинаково. И, соответственно, звучит он классно, но не изменяющийся. То есть, если у вас рядом стенка, далеко стенка, ему плевать, он просто обработал и выплюнул в вас эффект с этим convolution. Окей, что дальше? Есть ли какой-то вариант посередине? Вот как раз-таки вариант посередине и был предложен как раз-таки Microsoft'ом, как ни странно, причем здесь они, они сделали Project Acoustics. Project Acoustics, в своей очереди, я вам покажу на своем проекте, непосредственно, что они сделали. Они сделали так называемый Baker. Что он делает? Вы указываете параметры пробов. Сначала вы указываете пробы, это вот эти вот светящиеся квадратики, кубики. это говорит о том, что в этих местах он будет собирать непосредственно эхо. Далее, когда вы это указали, вы указываете все объекты, которые будут переотражать эхо, указываете для каждого объекта материал, из которого они созданы, и непосредственно он собирает информацию, что, допустим, вот здесь вот у нас звук, который будет звучать ближе всего к этому кубику, будет относиться к нему, и он обсчитывает все, что вокруг него, какие звуки бывают, как они переотражаются, потому что здесь дерево, здесь бетон и так далее, как они будут звучать, и собирает эту всю информацию в виде сложного набора иерок цифровых, и непосредственно сохраняет. И получается, что, когда вы находитесь там или в каком-то другом месте, вы слышите звук, вы находитесь рядом с какой-то пробой, и звук находится рядом с какой-то пробой, он решает, какая проба повлияет на звук, собственно, выдает ему эту пробу, она его обрабатывает и отдает вам. И у вас получается позиционирование, да, потому что вы, например, были близко к стене, значит, вы услышите раннее переотражение слева и позднее переотражение справа. Если вы повернетесь, то в чем интерес? Project Acoustics делает таким образом, что вокруг вас он создает 12 виртуальных динамиков, то есть не один и пытается в стерео у вас там что-то там он создает 12 виртуальных динамиков, которые как раз-таки отрабатывают с этой пробой. И поэтому если вы повернетесь, то теперь ничего не изменится, справа будут быстрые ранние отражения, слева будут долгие переотражения. И таким образом Project Acoustic дает достаточно хорошую картину настоящего настоящей реверберации. Какие минусы этого подхода? Во-первых, вам надо бейкать сцену. И как вы знаете, что когда вы бейкаете какое-то видео, то, соответственно, а что с видео? Правильно, это долго? И здесь то же самое, здесь не быстро. Там, допустим, свою игру где-то часа полтора на своей машине, а седьмой последнего поколения я бейкаю и не жужжу, а это достаточно маленькая игра, то есть здесь не очень много всего происходит. Но при этом звучит он лучше, чем непосредственно классический подход с резонансами. Но и все еще не идеально. И вот здесь начинается нюанс. Если вы хотите в своей игре и вам нужно создавать в своей игре какие-то идеальные звучания, и вы хотите еще круче их сделать, то, возможно, вам нужно присмотреться к комбинации из нескольких. Но обычно это и эрки вместе с Project Acoustics, и чем-то еще. Тогда, собственно, вы сможете создать очень красивые длинные хвосты при помощи иерок и супер правдоподобные короткие хвосты, которые будут вам играть из Project Acoustics. Да, для этого вам будет очень классно, потому что человеческий мозг так устроит, что мы очень хорошо определяем быстрые переотражения, потому что они нам помогают ориентироваться в пространстве. но длинные хвосты мы по сути не определяем хорошо, потому что они не помогают нам ориентироваться в пространстве, они просто звучат, они бывают красивыми, потому что помещение большое, например, с хорошей акустикой, хорошей АЧХ хвостов, и нам просто это нравится, но единственное, что мы можем понять по длинным хвостам, это размер помещения, поэтому человек работает таким образом, когда я слышу звук, первое, что я понимаю, это ранние переотражения, чтобы понять, где ближайшие стены находятся, и поздние отражения, чтобы понять размер помещения. Если же все в моей голове укладывается, то мозгу будет нормально. Что значит укладывается? То есть, если у вас маленькое помещение, а у него супердлинный хвост, то, соответственно, мы понимаем, что несоответствие, потому что помещение в 20 квадратных метров не может звучать с хвостом 10 секунд. Да, понятное дело. Вот такая вот история. Если по реверберации есть вопросы, задавайте. Нет. нету. Окей. И последнее, о чем мы с вами поговорим, это метасаунд. Сейчас я найду его у себя в проекте, я вам его покажу. Что такое метасаунд? Когда мы говорили про непосредственно звуки, мы говорили про очень простые звуки, что просто вот тебе звук, вот играй. но подчастую этого не хватает. И часто использовали всякие F-моды и все на свете для того, чтобы расширить функционал Adrenaline Engine, и Epic'ам это надоело, и они придумывали свой движок работы со звуком, и назвали его метасаунд. В чем принцип? По сути, это что-то среднее между блюпринтами и обычными MSC. Почему среднее? Вы скажете, очень похоже на обычные блюпринты? Нет, нифига. Очень срезанный функционал относительно блюпринтов. Здесь своя логика. Например, что какие-то вещи могут быть вообще вообще ни с чем не объединены, но они работают, потому что так метасаунд устроен. У него существуют триггеры и параметры, инпуты они их называют. Вы можете указать инпуты. И для чего это нужно? Что когда вы стартуете метасаунд файл ассет, он начинает играть. Допустим, в моем случае это радио в моей игре, которое помехами показывает количество силы полтергейста, за которым вы наблюдаете. И мы видим, что здесь есть большое количество всяких нюансиков. Что, например, мы можем один вейвплеер заставить по своему окончанию проигрывать следующий вейвплеер. То есть он может в цепь это делать. Каждый из звуков может быть настроен. У него большое количество выходных триггеров. И все это может быть замикшировано тем или иным способом. Далее у нас есть триггеры и есть инпуты. И что интересно, эти микшеры также применяются не только для того, чтобы просто скомбинить одно в другое, а, например, если мы возьмем input и здесь я интерполирую время изменения громкости, то я просто могу сделать громкость и он сам ее постепенно сделает громче. Или тише. В зависимости от направления. Да. И также у него может быть другие триггеры, которые могут, например, говорить, что я делаю стоп, и он просто выключится. И при этом, что интересно, он еще может самоудалиться после того, как он понимает, что он закончил свою работу, что очень удобно. Или же вы можете использовать другие триггеры. Здесь есть, типа, чтобы они играли единожды, несколько раз, по очереди и так далее. Ну, предлагаю вам разобраться в этом деле. И, к примеру, здесь у меня есть триггер, что, когда вы, скажем, слишком сильно перегрузили радио, оно может взорваться. Собственно, вот такая вот история. Так работает метасаунд. Для чего он был придуман в первую очередь? В первую очередь он был придуман для того, чтобы вы внутри одного метасаунда могли очень большим количеством образов влиять на непосредственно сам звук. То есть, прямо здесь, игнорируя эффект чейны, вы можете из любого звука, даже вы, например, можете создать себе здесь шум, да, здесь есть специальные ноды, которые просто генерируют шум, из этого шума при помощи эквализаторов, там, дисторшн, всего на свете создать, например, ветер. Да, на ютубе очень популярный видос, как из метасаунда при помощи белого шума создают прибой. Чем это хорошо? Тем, что это каждый раз звучание уникальное, абсолютно свободное от авторских прав, вы делаете его сами, оно бесконечное, да, потому что его природа так заложена, что вот он генерируется, и что вы, по сути, можете влиять на него, как вам душе заблагорассудится. Как и в самом начале я рассказал про генерацию и наложение, то есть лейеринг, плюсы те же самые, вы потрясающе контролируете все, но при этом качество финального продукта скорее всего будет не настолько высоким. Ну и в метасаунде некоторые люди пытаются сделать, ну как не пытаются, делают непосредственно музыку. Для чего? Если вы хорошо напишите метасаунд файл, он достаточно интересен, гибок, когда это касается музыки, да, он может работать с тактами, он может работать со всем на свете, вы можете создать бесконечную мелодию, которая будет играть, да, в зависимости от вашего геймплея, и она будет каждый раз генерироваться с нуля вот вашим алгоритмом, который вы придумали, что очень удобно. Или, например, звук выстрела генерироваться. Зачем это нужно? Затем, что если вы генерируете звук, к примеру, это лазерный снаряд, который делает вы можете сделать так, что у вас по сути будет триггер начала и конца, а зарядку он будет играть все то время, пока вы не стреляете, например, копите заряд, что очень удобно, потому что вам не придется заранее продумывать, сколько будет длиться зарядка, вы можете на лету поменять, и она всегда будет подходить под ваши нужны. Ну, и также у метасаунда большое количество но дающие вам прекрасную возможность создать сложные какие-то дизайнерские, саунд-дизайнерские штуки, которые будут супер в контексте блюпринтов и с ними взаимодействовать, то есть блюпринт может просто вам послать какой-то сигнал, например, взорвись, и он взорвался. Да, и у вас все это здесь обрабатывается. Не придется эту логику пихать в блюпринт, что типа проиграй этот звук, потом этот звук, потом этот звук, это не надо, это очень хорошо разделяет саунд-дизайнеров и разработчиков. Да, лучше все яйца держать в разных корзинах, и, собственно, это касается этих двух ребят, потому что тогда саунд-дизайнер может что-то у себя поменять, не трогая работу разработчика, и разработчику голова не болит о том, что там со звуком что-то не то, потому что он просто его вызвал и сказал, блин, там что-то, наверное, слишком тихо, саунд-дизайнер сам крутанул, не давая возможности разработчику, да, если он, например, глухой на оба уха, испортить звук, который он так долго пытался сделать. Если есть вопросы по метасаунду, задавайте. Соответственно, вот это базовый курс о том, как вы работаете со звуками. Да, то есть, если вы посмотрите все три лекции, станет понятно, что, как вы придумываете идею, как вы ее реализуете в WAV-файле и как теперь этот WAV-файл запихнуть в движок, чтобы он заработал. Понятное дело, что вам придется, если вы хотите стать тех-саунд-дизайнером, изучать и блюпринты, потому что это большая работа непосредственно и по работе с этим. Ну и также, собственно, вам нужно будет изучать все движок и все на свете, потому что тех-саунд-дизайнер это больше как техническая должность, нежели чем творческая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok